Всем привет! Меня зовут Света и вы находитесь на моем канале Лана Луна. Всех еще раз поздравляю с Новым Годом, с наступающим Старым Новым Годом. И первый мой рабочий день ознаменован тем, что я получила посылку. Сейчас все расскажу, от кого я получила. У нас до Нового Года проходил совместный проект, очень интересный, хороший совместный проект, который назывался 2.0 в мою пользу, второй сезон. И я была одной из участниц. И по результатам, в общем, рандомного выбора, я оказалась одной из тех, кто выиграл. И, соответственно, с этим спонсоры, которые, спонсоры этого проекта, делали подарки. И вот я тоже получила такой подарок. Хочу сказать, что организатором проекта была Наташа Хомякова с канала Визана. И моим спонсором, тем, кто подарил мне подарок, это Ольга Якимев с канала Многорукий Многоног. И я очень рада и очень-очень благодарю их за внимание, за работу, за совместные проекты. И, конечно же, сейчас буду открывать свою посылочку и смотреть, что же мне прислала Олюшка. Ну вот, девочки, я вскрыла коробочку. И сейчас буду доставать из пакета и показывать вам то, что мне подарили. И первое, что хочу вам показать, это 10 моточков вот такой вот прекрасной пряжи, которая называется Yarn Art Jeans. Я не буду говорить характеристики этой пряжи, потому что она довольно известная. И все о ней очень много чего знают. Я могу сказать, что я тоже уже вязала из этой пряжи. Она мне очень нравится. Я просто очень и очень рада. И цвет, девочки, ну просто-просто шикарный, изумительный цвет. Я могу представить, что же я все-таки свяжу из этой пряжи. Это, мне кажется, будет просто очень красиво. С такой душой подойти к посылке и подобрать такой цвет и такую пряжу чудесную. И к тому же хлопок. Я обожаю хлопок. Это просто классная пряжа. Здесь целых 10 моточков. Я, правда, девочки, не знаю, какой расход у этой пряжи. Надо будет мне все-таки выяснить. Если кто знает, расскажите, на что может не хватить вот этих 10 упаковок. Но то, что хватит на плечевое изделие, это однозначно. Но хочу узнать, какого размера или какой длины можно связать. То есть можно ли связать платье из этой пряжи. Вот такой вот вопрос. Точнее так сформулирую. И это первое, что мне упало в поле моего зрения. Это вот эта вот пряжа. Я, конечно же, ее сразу достала и показываю вам. Класс. Очень красиво. И она мне очень и очень нравится. Следующая. Это вообще сказка, девочки. Оля, спасибо тебе большое. Я думаю, ты где-то слышала, что я собираю носочную пряжу. И это просто бомба будет для моей коллекции. Это Ализе Супервож Комфорт Сокс. Супервож, кстати, вязала. А Комфорт Сокс вижу впервые. То есть комфортные носочки. И здесь обычная носочная длина на 100 грамм 420 метров. Состав тоже, скорее всего, 75% шерсть. Вот здесь вот видно. А колор здесь идет, девочки. Колор 76-52. В общем, два вот таких прекрасных моточка. Класс. Я просто очень и очень рада, что у меня появился еще вот такой цвет пряжи. Я, кстати, девочки, вот на новогодних каникулах красила пряжу. Я как-нибудь в одном из видео покажу вам. Я красила тоже секциями для того, чтобы вязать носочки. Такой небольшой моточек пряжи еще буду красить. И буду вам тоже показывать. Покажу, что получится. И для чего буду использовать. Это к тому, что я все-таки сама тоже пополняю эту носочную коллекцию. Так. Выглядеть будет, я думаю, все-таки, наверное, не так будет. А немножечко по-другому узор. Но будем вязать носочки. Будем смотреть, что получится. Класс. Очень рада. Мне очень приятно. Конечно. Всегда возникает такой вопрос, когда получаешь подарки. А заслужила ли я их? Ну, Оля, наверное, подумала, что я очень и очень их заслужила. Спасибо, Оля, еще раз. Ой, Оля не перестает радовать. Девочки. И, конечно же, два моточка вот такой вот пряжи. Так, это тоже всем известная пряжа. Газал Хэппи Фит. 75% шерсть. Мереносовая шерсть. И 25% полиамид. 330 метров на 100 грамм. Все знают, что Газал состоит из двух пасм, которые мы как бы подгоняем по цвету для вязания двух носочков. Я не буду ее пока распаковывать. Просто положу их в свою носочную коллекцию. Вот. И я просто... Ну, это сногсшибательные цвета. Я очень люблю вот такие вот цвета, девочки. Либо люблю цвета, знаете, такие более монохромные, либо очень яркие, в которых такой богатый цветовой состав. Вот посмотрите, какое количество цветов. Как здесь, так и здесь. Это более такой темненький, яркий. А это прям вот очень шикарный цвет. Мне очень все нравится. Так, ну, очень хочется раскрыть. Просто она так хорошо упакована, эта упаковка, что я думала, если я ее раскрою, потом все-таки будет не так уже хорошо упаковано. Поэтому я оставлю так, как есть. Просто сказочно. Это просто новогодняя сказка какая-то. Я даже не ожидала, что Оля отправит мне столько подарков. Но это меня прям сразило. Оля, ты попала стрелой прямо в сердце. Ну, вот, девочки. И это такие конфетки. Это любимые конфеты моей дочери. Также, ну, весь шоколад Дав очень любит моя дочь, потому что он такой нежный и молочный. И это именно то, что ей нравится. Конечно же, он мне тоже очень нравится. И здесь, как я поняла, в конфетках есть еще какие-то послания. Вот посмотрите, здесь написано 15 волнующих посланий для тебя. Я так думаю, что в этой упаковке 15 конфеток. И в упаковке этих конфет есть какие-то приятные, добрые послания. Возможно, они какие-то судьбоносные будут для меня. Это мы уже посмотрим, когда будем пить чай с этими конфетами. И это очень и очень приятно. Очень хочу попробовать. Сегодня обязательно раскрою их и попробую. Да, вот, девочки, смотрите, я только что увидела. Вот раскрываешь конфетку, и там написано послание. Вот они. То есть это как печенье с желаниями. Да, вот то же самое. Только здесь не желание, а пожелания. Приятные и волшебные. Вот такие вот конфетки. Кстати, вот здесь есть миндаль. Миндаль я тоже очень люблю в любом виде. Оля просто супер, класс. Девочки, и вот я хочу поподробнее становиться на этом дневничке, который я сегодня получила от Оли. Сейчас у меня другое подключение, потому что у меня смазалось видео, которое я снимала, вот непосредственно, когда распаковывала посылочку. Поэтому сейчас вот этот вот сюжет, я про этот дневничок, я вставлю, его я снимаю уже вечером, потому что хочу поподробнее становиться. Итак, дневничок называется «Я вяжу». Книга для креативных проектов. 30 удобных бланков, чтобы сэкономить время. Дизайны, схемы, эскизы. То есть это все то, что входит в этот дневник. Автор этого дневника – Надин Кертис. В общем, вот такой очень в тему, я бы сказала, дизайн этого блокнота, дневника. В общем, девочки, вот такой вот дневничок. Смотрите, какое оформление шикарное. Мне очень понравилось. Очень хорошая бумага и содержание, и, в общем, дизайн, все прям вот очень-очень хорошо. Тут есть слова автора. В общем, наверное, я тут почитаю потом. Но здесь говорится о том, для чего предназначена эта книга, как она разрабатывалась. И автор возлагает надежды на то, что эта книга будет очень полезной для рукодельницы. И я тоже с ним, с автором согласна. Думаю, что это действительно будет так. Ну и тут, конечно же, идет такое еще вступление, которое просто можно для себя почитать. Для кого-то это будет не новым, но все равно все, что касается рукоделия, для нас приятно всегда почитать и посмотреть. Здесь вот в самом начале есть вот такие вот интересные модели, в которых тоже можно найти свое вдохновение. И вот тут уже правило, как пользоваться дневником. То есть автор объясняет, как это делать. Конечно же, я все это потом подробно прочитаю. Не буду сейчас, как говорится, этим озадачивать вас. Ну и дальше уже идут странички. То есть вот здесь, видите, можно записать проект. Либо как он называется, либо номер там, дата начала связана для кого-то, что служило источником вдохновения. Источник и образцы пряжи вот здесь вот можно указать. Образец вязания можно, наверное, приложить сюда образец. Ну и все там остальное. Пряжа, количество пряжи, спицы, фурнитура, прочие инструменты, плотность вязания тоже. Это очень-очень и удобно. Здесь можно расчертить уже модель, схему модели. И вот все мерки, очень-очень все хорошо. И, в общем, тут уже идет более подробное описание. Ну, в принципе, тут вот весь дневник идет, рассчитан на определенные проекты. И дальше, конечно, в конце есть еще странички, которые меня заинтересовали. Вот тут есть список сокращений, которые используются. То есть это схемы, да, столбик без накида, столбик с накидом, там петля, все такое. То, что заядлые рукодельницы уже с чем известны. Но все-таки, вот тут есть виды свитеров. Так. Все-таки, я думаю, он более полезен будет для начинающей рукодельницы. Но для нас, для таких уже рукодельниц, которые давно вяжут, я думаю, это не менее прекрасная книга. Как снимать мерки? Кстати, многие даже опытные рукодельницы не могут правильно снимать мерки. На канале у Ирины Шургулая очень подробно рассказывается, как снимать мерки. И мне ее методики вообще все очень нравятся. Я очень часто обращаюсь к этому каналу. И вот здесь вот тоже написано. Кстати, я вот для себя уточню, правильно ли я снимаю мерки. Вот здесь можно и снимать мерки при вязании носочков, например, тоже. Как правильно их снять. Так, вот идут замеры стандартные. То есть для женщин, для мужчин. Далее идет для подростков, для детей и для младенцев. Очень и очень полезно. Да, здесь есть для окружности головы тоже мерки. Очень полезно все. Так, для ног. То есть при вязании носочков, я так поняла. Вот. Здесь вот тоже идут какие-то записи мерок. Я потом еще ознакомлюсь с этим подробно. Это идет информация о пряже. Классификация пряжи. И здесь еще есть такая важная информация, что вот если мы пряжу, например, взяли, и ее не хватает на определенную модель, как, чем и какой пряжей мы можем ее заменить. То есть без потери, так скажем, качества. Ну и далее идет вот такая вот модель интересная. Это свитер с таким вот воротом-хомутом. И полное описание, как его вязать. Вот. Ну и на этом, в общем, дневничок заканчивается. Заканчивается по содержанию. Но я думаю, что я буду его максимально долго использовать. Очень классно. Я очень благодарна Оле за этот дневничок. Потому как я стала впервые обладательницей вот такой вот книжечки. Почему-то я раньше считала, что нет необходимости покупать такую специальную книжицу. И думала, что достаточно будет завести общую тетрадку, там расчертить, как удобно рисовать модели. И, в общем, отслеживать, да, течение своих процессов. Но, однако, когда я увидела вот эту книжицу, я поняла, что это моя любовь. Это мне очень и очень нравится и будет кстати. Оля, большое тебе спасибо за внимание. За то, что теперь у меня есть такая книга. И я думаю, мои модели будут получаться еще лучше, еще прекраснее благодаря тебе. Ну вот, девочки, сейчас на экране все те подарки, которые подарила мне Оля в рамках совместного проекта 2.0 в мою пользу второй сезон. Я хочу искренне от чистого сердца поблагодарить организатора проекта Наташу Хомякову. Наташа очень и очень сильно старалась. Она очень много делала для того, чтобы организовать все эти проекты, которые были ею организованы. Она собрала девочек. Она смотрела все наши видео. Она писала всем комментарии. Она общалась с спонсорами. Она делала для нас так, что мы могли в каком-либо из магазинов, онлайн-магазинов заказать пряжу. И у нас были промокоды. В общем, она старалась делать все так, чтобы наше вязание было комфортным, интересным и приносило нам только радость. Ну и, конечно же, хочу поблагодарить Олю Якимев за вот этот вот прекрасный подарок. Оля, большое тебе спасибо. Пусть в твоей семье всегда царит покой, радость, любовь. Чтобы у тебя всегда была радость и гордость за своих детей. Я думаю, для матери, которая имеет детей, всегда это самое наилучшее пожелание. Чтобы у тебя тоже всегда были приятные подарки. Чтобы тебе тоже дарили пряжу. И чтобы ты всегда могла позволить себе купить ту пряжу, которая тебе приглянулась. Девчонки, всех хочу поблагодарить, кто участвовал в этом совместном проекте. И тех, кто победил. И тех, кто просто участвовал. Участвуйте и в следующих проектах. Уже вошел в силу новый проект Наташи Хомяковой, о котором я буду рассказывать чуть позже. В который я буду вступать и буду снимать вступительное видео. И, конечно же, расскажу о нем подробно. Пожалуйста, участвуйте и получайте вот такие прекрасные призы, от которых радуется сердце. Еще больше появляется стимула вязать, общаться с девочками, участвовать в совместных проектах. И получать возможность выигрывать вот такую вот прелесть. На этом хочу завершить свое видео. Еще раз хочу поблагодарить Наташу, Олю и всех, кто участвовал в этом совместном проекте. Желаю вам легких петелек, прекрасных изделий, всего самого наилучшего. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok